Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в очень особенное время, перед самым святым днём в году. Йом-Кипур, день прощения, день новых начал, день, когда еврейский народ раскрывает свою сущность. Как же мы должны вести себя в этот день? 1951 год. Советский Союз. Молодой человек, мойщий Гримберг, осуждён за то, что он хотел уехать в Израиль. Его поймали и дали ему 25 лет лагерей. Он находится в Сибири в лагере. Там тысячи человек. Вместе с ним было около 20 евреев. Приближаются праздники Роша-Шана, Йом-Кипур, праздник Суккот. Евреи хотят отметить эти дни. У них нету ни молитвенника, у них нету ни лулава, ни итрога. Ничего, чтобы обозначить эти особенные дни. У них даже нету еврейского календаря. Они высчитывают эти дни, когда будет Роша-Шана, когда будет Йом-Кипур. И вдруг этот молодой 20-летний парень, мойщий Гримберг, встретил одного инженера, который работал там в лагере. Он заговорил с ним наидыши. Тот ему ответил наидыши. И рыбмойщий попросил его, может, ты можешь сделать одолжение? Я знаю, что это опасно для жизни. Найди для нас молитвенник на празднике, чтобы мы могли помолиться, выразить свои чувства по отношению ко Всевышнему, раскрыть свое еврейство, Роша-Шана и Йом-Кипур. Через несколько дней мойщий спросил этого инженера, или тот нашел молитвенник. Инженер ему сказал, у меня для тебя есть хорошая новость и плохая новость. Молитвенник я нашел, но человек, которому принадлежит этот молитвенник, не хочет его никому отдавать. Тогда рыбмойщий попросил его, попроси его, чтобы он передал мне на несколько дней этот молитвенник. Я просто перепишу его ручкой на бумаге, чтобы мы могли молиться. Этот молитвенник попал в руки рыбмойщий. Рыбмойщий прятался каждый день на несколько часов под коробками для того, чтобы его никто не видел, как он переписывает слова молитвы Роша-Шана и Йом-Кипура. Он переписал весь молитвенник очень красиво, прекрасным, точным почерком. Он даже обозначил никуд, который есть в ивритских буквах. И настал Йом-Кипур. Двадцать евреев вместе с рыбмойщей спрятались. У них не было молитвенников, но у них было желание молиться. В этом молитвеннике не хватало одной из самых важных молитв Йом-Кипура. Все обеты, коу-ни-дрей, этими словами начинается Йом-Кипур. Они не могли молиться по памяти, они не помнили эту молитву. Рыбмойщий стоял и плакал, говорил слова, которые он записал в тетради, и все евреи повторяли за ним. И так они проверили Йом-Кипур. Самый святой день в году. Он вел их за собой, вел их вперед. Там, где нету лагерей, где есть свобода, где есть желание евреям быть связанным со своим еврейством, где есть желание евреям молиться. Святость Йом-Кипура. Они кричали, Рыбмойщий был освобожден через семь лет. Сталин умер. Он выехал из Советского Союза. Он поехал в Израиль. Он создал семью. Семнадцать детей. Каждый из них практически является в разных странах мира, начиная с Аляски, закачивая Одессой, посланником Любавического Рэбби. Он передал этот молитвенник в 73-м году Любавическому Рэбби. Рэбби держал его всегда у себя на столе. Его дети через много лет нашли этот молитвенник в библиотеке в Нью-Йорке. Они сфотографировали его. И эти раввины, которые доносят до других людей свет еврейства, всегда берут фотографию этого молитвенника с собой на молитву в Йом-Кипур. В нем нету молитвы Колни Дрей. Но его дети, там, где бы они находились, вместе со своей общиной говорят эти слова. Они плачут в этот момент. То, что их папа не мог сказать. Они продолжают делать то, что Рэбби еще делал. Они несут свет еврейства. То, что он донес до двадцати евреев, он донес это до тысячи и десятков тысяч людей через своих детей. Йом-Кипур – это день, когда еврейский народ поднимается на уровень ангелов. Мы не кушаем, не пьем. Мы находимся в синагоге. Мы не можем по-другому. Раскрывается пятый уровень души еврея. Ихидыша бенефиш – единственный уровень. Мы кричим «Шма Исраэль». Но Йом-Кипур продолжается весь год. Он не заканчивается на том, что мы выходим из синагоги и ждем следующего Йом-Кипура, чтобы нам были прощены все грехи. Йом-Кипур – это самоотдача. Самоотдача Всевышнему, который находится в нас. Он – часть нас. Он – наша душа. И связь с ним – это Йом-Кипур. Давайте мы встретимся в синагогах мира на молитву «Колни-Дрей», которую не могли сказать эти 20 евреев там, в лагере. И тем, что мы придем в синагогу, в Йом-Кипур и будем молиться, мы поможем им вспомнить эту молитву. Момент мудрости «Сколель Тора». Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Присоединяйтесь к нам в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...